Привет, дорогие друзья! С вами снова канал LeicaFish Fashion Illustration и я, Лещенко Ольга. Сегодня у нас будет урок с Лизой. И сегодня мы будем рисовать вот такие замечательные макосины. Мы сначала их сфотографируем для того, чтобы было понятней, какой ракурс нам брать. То есть мы их поставим в разный ракурс и будем смотреть, с какой стороны нам больше нравится эта картинка. Итак, дорогие друзья, сегодня урок с натуры вместе с Лизой. Так, дорогие друзья, мы продолжаем. Сейчас будем фотографировать эти замечательные макосины Лизаны и будем работать с натуры. Так, Елизавета помогает мне. Привет, Лиз! Привет! Мы сегодня хотим нарисовать на цветной бумаге. То есть это специальная фактурная бумага для дизайнеров. Сейчас я попытаюсь показать. Вот видно хорошо фактуру. И мы выбираем специально цвет для наших будущих иллюстраций. Теперь мы сделали вот такую фотографию. Здесь, конечно, плохо видно. Вот в таком ракурсе мы будем рисовать. Для чего мы сделали фото? Для того, чтобы сфокусироваться на деталях, чтобы мы не видели относительного объема, когда вот они стоят с натуры. Но, конечно, с натуры мы также будем подсматривать на какие-то детали, на отшивки. И вообще очень хорошо, когда можно предмет сам потрогать, повращать со всех ракурсов и как бы познакомиться с нашей будущей иллюстрацией таким образом. Тоже, кстати, как вариант. Тут очень удобно. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Обязательно заряжайте лайкосик Лизе, потому что она очень старается. И когда-нибудь я вам покажу ее. Начать нашу будущую иллюстрацию мы будем с помощью белых карандашей. В данном случае это акварельные. Они очень мягкие, потому что обычный карандаш не виден на этой бумаге. Так что, дорогие друзья, пользуйтесь нашими советами. Да, Лиз? Будет очень удобно, потому что белый карандаш хорошо виден на темном фоне. Когда мы нашли общие большие массы наших кедов, мы начинаем делить на детали. То есть, это верхняя часть, я сейчас покажу. То есть, вот эта часть, то есть, деталь верхняя раз, потом до наших шнурков, это два. И третья деталь, это носик. И обязательно смотрим, чего здесь больше должно быть, например, здесь больше всего. Это место, там, где шнурки и примерно одинаковое вот это отверстие для ноги и носик, да, вот в самом низу. Ну и поехали. Продолжаем делать детали. Мы создаем уже мелкие детали достаточно. Это места, где у нас будут швы. Вот эти места. Потом мы уже будем прорабатывать более тонкими материалами. И работать мы будем, опять же, смешанной техникой. Это белая гуашь, либо белила какие-нибудь мощные, чтобы их хватило, скажем, на такой темный фон. А также это будут, скорее всего, лайнеры тоненькие и промаркеры для теневых моментов. Прорисовка деталей продолжается. И сейчас мы будем рисовать с вами, дорогие друзья, шнурки. Здесь мы размечаем их расположение и наконечник, да, запаянный на нашем шнурочке. И второй кет. И для нашего удобства нужно провисовать центральную линию. То есть разделить кет таким образом, чтобы нам было понятно, что это средняя линия, от которой мы будем плясать. То есть мы дальше будем искать детали уже от этой линии. И эта линия нам указывает, где у нас будет соединяться та или иная деталь, откуда у нас будут начинаться эти шнурки и так далее. Вот это понятно, да? Вот здесь так правильно. Можно эту линию дополнительно убирать. Итак, дорогие друзья, мы практически закончили с Лизой рисовать детали. Мы обозначили наши кеды. И я предлагаю сейчас попробовать сделать вот эти тени глубокие, которые у нас имеются. С помощью промаркеров, а также копиков. И эта гамма будет монохромная. Например, серый цвет Т7. Дальше у меня цвет Т4. Это копик. Это тоже копик. Также у нас имеются вот такие промаркеры. Это корейские. Они недорогие. Можете, кстати, попробовать. Но они достаточно жидкие. И вот номер. Сейчас сфокусируется. Эх, не получается. Так, номер VG6. Грей. А также CG3. Вот такой более светлый оттенок. В общем, поехали. Будем пробовать. Начинаем мы всегда с светлых тонов. Чтобы в случае чего ошибешься, то уже легко можно будет переделать с помощью более темных оттенков. Ну, мне, например, нравится, как ложится. Тебе, Лиз? Да. Симпатично, да? Так, вроде что-то у нас должно с тобой получиться. Очень красивая предметочка. Ну что, продолжим. Итак, после того, как мы сделали более темные тени, сделали растяжки с более светлыми дизайнерскими фломастерами, сейчас наносим более темный цвет. Это самый черный, который есть у нас в наличии. Сейчас скажу, это 100, это сотня копик. Эти глубокие тени у нас как раз находятся внутри наших кет. И можно потом вот эти заломы показать, которые есть на нашей фотографии. Мы немного развели нашу гуашь с помощью воды, потому что она уже подзастыла немножечко. И начинаем работать с помощью очень сильно разведенной гуаши с водичкой, как молоком буквально. Начинаем работать уже в цвете. И так, мы прокрываем сейчас вторым слоем гуаши. Старайся прокрывать там, где как раз вот эти залысины идут первым делом. И не бери очень много краски. Старайся взять ее в меру. Работаем маркерами. Создаем тени с помощью двух оттенков серого и черного. Лиза сейчас тоже проходится немножечко. И возьмет более темную тень и прорисует вот эти места. Лиза сейчас выполняет дополнительные тени. Я хочу вам, дорогие друзья, показать, как это происходит максимально. Поэтому немного покажу, как Лиза рисует. Да, и напишите, пожалуйста, хотели бы вы так научиться рисовать, как Лиза. Готовы ли вы трудиться? И, кстати, кто не готов трудиться, для того я разработала очень короткий курс. В течение недели я научу вас самым главным азам, с помощью которых вам будет намного легче учиться дальше рисовать. И вы сможете нарисовать портрет, а также сможете овладеть техниками самыми крутыми и интересными. Так что пишите, пожалуйста, дорогие друзья, в комментариях, кто хочет научиться рисовать красиво для, возможно, будущей работы, для журналов. Вот такая вот фэшн-иллюстрация. Пишите, будем готовить для вас новый курс в школу Лекофиш-скул. Так мы потихонечку, поэтапно рисуем наши кеды. Вот такие. Очень много деталей, потому у нас получается достаточно длительная работа. Очень много разных теней, а также очень много разных каких-то графических элементов. Чтобы все это не соединилось в одну такую единую композицию, нужно, конечно, сидеть и работать, смотреть внимательно на фото, на саму, скажем так, натуру нашу, с чего мы рисуем. И, конечно, это все затягивается по этой причине. Но ничего, мы стойкие бойцы. Вот, и пройдем до конца. Хотя у нас целый кед. Да-да-да. Так что ставьте лайки, кому не безразлично. Судьба второго кеда. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Дорогие друзья, сегодня мы с вами поработали над одним прекрасным кедом. Следующее занятие мы его завершим, потому что время наше уже вышло. Но, посмотрите, какой он у нас красивый, прикольный. Я считаю, что есть место для такой техники. Тебе нравится, Лиза? Да, нравится. Красиво, правда, вообще? В общем, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео нашими со своими друзьями. А на сегодня всем пока-пока и до следующих встреч. Пока, пока, Лиза-ка.